доброго времени с зрителем канала злой эколог сегодня у нас в гостях очень интересный человек дмитрий алексеевич он просит себя называть на я думаю вы его фамилию без труда узнаете тем более что я дам ссылку на ролик в котором я как раз первый раз о нем узнал дмитрий алексеевич был гостем у олега на особенно на канале медиа проб проводился стрим который я в июле месяца он по моему вышел я этот стрим это видео не видел мне прислал один подписчик за это ему огромная благодарность но когда я посмотрел я был просто восхищен как бы действительно очень интересный человек я стараюсь на таких людей приглашать вот в частности олег на особенно также был у у меня гостем тоже очень человек неординарный интересный и вот просто у олега на особенно там видео идут там по полтора часа и не каждый день я и потом они выходят каждый день я не каждый день могу их посмотреть и вот я не обратил внимание тогда на вас и вот благодаря подписчику увидел их узнал из этого видео что вы оказывается были в числе тех кого хотели сделать крайним за события 11 сентября в америке когда вот так называемый теракты происходили вот именно эту тему сейчас мы обсудим чуть поподробнее и плюс ко всему вы еще и обладаете определенного рода знаниями вы в советское время работали отслеживали там ядерные взрывы да и очень интересно мне было из этого видео узнать про отравление навального которая вот я черпаю информацию из открытых источников у меня мнение в одну сторону там сначала был действительно там наши траванули его хотели отравить потом вроде как смотрю да нет не хотели отравить но послушав вас у меня вообще не осталось абсолютно никаких сомнений в том что это было за спецоперация и чья это было спецоперация сейчас в этом видео я хочу обсудить один всего лишь вопрос мы постараемся уложиться по времени чтобы это было не очень долго вопрос по поводу тайных обществ в частности масонских обществ вот в этом видео о котором я говорю олега на особенно вы такую мысль донесли до зрителей что 11 сентября 2001 года это была последняя такая блестящая операция тайных масонских вот этих кругов благодаря которой им удалось определенным образом переформатировать мир устроить там вот эти антитеррористические всякие движения там и в самолетах перекрыли людям возможность свободно летать там и так далее и тому подобное в связи с этим у меня к вам такой вопрос хочу чтобы вы прокомментировали вот то что сейчас происходит мы не упоминаем вот эти слова до модная болезнь там и тогда ли зрители понимают о чем идет речь на мой взгляд то операция которая проводится сейчас связанная с этой модной болезнью она гораздо обширнее и гораздо мощнее по своим последствиям то есть то что произошло 11 сентября это безусловно блестящая операция и вот только сейчас посмотрев ваше видео кстати говоря будут мы сейчас занимаемся также с дмитрия алексеевичем дублирование этих видео и они будут выходить отдельно на блокчейн платформе покетнет где у меня есть аккаунт где откуда их удалить невозможно так как youtube скорее всего почистит эти видео есть такая большая уверенность так вот если 11 сентября это действительно блестящая операция то вот то что происходит сейчас этим общем мировым дурдома как на ваш взгляд эти две операции отличаются видите ли вы что это действительно те же самые люди проводят эти операции и какие может быть вы видите изъяны что-то может быть не так поделитесь пожалуйста свои мнения я еще не поздоровался здравствуйте приветствую всех гостей подписчиков вашего канала значит что я могу сказать на этот счет когда я о будучи приглашенным на канал медиа про сказал что 11 сентября это было последней блестящей операции тут нужно ключевым словом являлась не последняя а блестящая то есть я не имел ввиду что других операций не будет я имел ввиду что не будет других блестящих операциями я имею столь же блестящих как одиннадцатый сентября которые придут на протяжении мая туда то есть один заложить морочить люди да нет даже них проблема не в том что удалось голову морочь как раз с морочением головы то там было все кисло потому что им было очень тяжело доказать ну то ладно я сейчас объясню в чем в чем разница смотрите значит разница заключается в том что проблемы по доказыванию 11 сентября они были возложены на правительство соединенных штатов а также на фбр и прочие там американские организации правительственные именно вот то есть что сделали то есть масоны организовали это дело но ведь сами то масоны же не занимались заминанием 11 сентября и попыткой придать ему какое-то при приличии этим занималась американское правительство причем занималась ну как могло потому что там концы с концами тоже совсем не сходится вот это типичный вообще стиль деятельности масонов то есть в топтать в дерьмо какое-нибудь правительство и потом заставить его расхлебывать это дело вот что они проделали с американским правительством случайно разве в правительстве масоны не присутствует ну конечно присутствует но это же отдельная уже история мы договорим об общем то есть мы говорим что масоны в топтали американское правительство в полнейшее дерьмо извиняюсь за выражение из которого она до сих пор не может выбраться она только глубже и глубже туда зарывается лучше бы она сразу бы признала что там было 350 килотонных ядерных взрыва и объяснила бы что их развели с этими взрывами и все и принципе туда и конечно им бы надавали бы по голове но тема была бы закрыта а так они вписались в ложь и продолжают лгать 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 и как и конца края этому не будет и теперь им будет все труднее и труднее признаться потому что если они через 20 лет наконец решат в этом сознаться им им опять предъявят а чего 20 лет врали чего сразу не сказали зачем вы отправили туда людей трудиться без респираторов и противогазов которые вымерли потом от хронической лучевой болезни в последнее время Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...